В эфире итоговая информационная программа. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях недели расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Спасать жизни людей рискую своими. Поисково-спасательная отряд «Лиза Алерт». У санатория «Сосновый Бор» есть инвестор. Почему нынешний хозяин не торопится подписывать договор о продаже? И будущее российского хоккея. Десятилетние хоккеисты зарабатывают свои первые победы. Санаторий «Сосновый Бор» приостановил свою работу. Крупнейшее оздоровительное учреждение региона – «Жемчужина Солочи». Сюда приезжали лечиться и отдыхать из всех уголков страны. Но сегодня санаторий переживает не лучшие времена. Здравница под угрозой закрытия. Покой, тишина, целебный воздух – свой источник с минеральной водой, современное медицинское оборудование и высококвалифицированные врачи. Все это санаторий «Сосновый Бор». Шестиэтажное здание стоит на берегу красивой реки Старицы. Крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение региона рассчитано на 500 мест. Но с 13 марта санаторий полностью приостановил свою работу. По техническим причинам гласит объявление на официальном сайте. На ремонт, говорится, в объявлении на въезде. На самом деле учреждение отключили от газа. Долг составляет 3 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, у предприятия долг по заработной плате – 16 миллионов рублей. Надеялись, что наше руководство может справиться с этой ситуацией. Верили в это. Честно говоря, на данный момент мы что-то уже теряем уверенность в том, что вообще этот вопрос разрешится. Хотя очень обидно. Отработав 32 года в одном санаторий, просто считая его своим домом, вот так уйти, можно сказать, ни с чем и ни кем. Нам выдавали частями понемножку. Это было буквально, в последний раз нам деньги давали в январь-февраль месяц. Примерно так. Там было очень немного денег, буквально 2,5 тысячи рублей. Столько лет я проработала, 32,5 года в этом санатории. С самого-самого открытия. Еще отдыхающих не было. Еще мы такое отмывали, готовили санаторий к принятию первых отдыхающих. Поэтому самых-самых первых дней. Надежда у вас есть? Она умирает последней. Надежда есть всегда. Очень хочется надеяться, что мы все-таки возродимся и в том же составе будем работать в нашем санаторий. Силы еще есть, желания есть. Пользу приносить людям умеем, поэтому хотела бы, чтобы мы возродились. Пусть бы нам помогли в этом. В трудовой инспекции говорят, проблемы здесь появились еще раньше. Впервые серьезные такие, серьезные проблемы по выплате заработной платы в Сосновом бару мы столкнулись в 2014 году. И с тех пор было проведено уже более 5 проверок по невыплате заработной платы, в том числе по обращениям, жалобам и обращениям работников Соснового бора. По всем этим проверкам были возбуждены дела об административных правонарушениях, как в отношении юридического лица Соснового бора, так и в отношении руководителя Соснового бора. На проблему обратил внимание временно исполняющий обязанностям главы региона. Николай Любимов заявил о том, что нужно использовать все возможности, чтобы сохранить профиль санатория, как лечебно-оздоровительного учреждения, а также трудовой коллектив организации. Темные какие-то совершенно схемы используются юридически, и люди, естественно, недовольны. Мало того, что там людей могут просто оставить без работы, профессиональный коллектив, но и мы можем потерять как санаторий этот объект Соснового бора, если его начнут распродавать по частям, пускам, причем для жилищного строительства, любого другого, кроме как санаторного, этот объект не должен использоваться. По словам сотрудников санатория, единственным решением в этой ситуации является приход грамотного инвестора. И такой покупатель уже нашелся. Планы глобальные, полная реконструкция учреждения, сохранение не только существующего статуса лечебного санатория, но и развитие здесь новых видов лечения. Столкнувшись с действительностью, мы обнаружили очень много там криминальных моментов, но это, я думаю, наши органы разберутся. И после этого начнем заниматься уже и мы, и архитекторы, как сделать, что делать, как его реставрировать, потому что там полная реконструкция, там нужно все абсолютно менять. То есть мы много хороших новых технологий сюда привлечем, новых хороших врачей высокого, очень высокого класса тоже. И санаторий будет действительно развиваться, процветать. Между инвестором и владельцем санатория были проведены переговоры и достигнута договоренность о продаже. Однако до сих пор руководство не подписывает договор на прозрачных условиях, не устраивает прописанные в договоре и прописанные законом выплаты сотрудникам. Поэтому мы сказали, мы будем сами все отдавать ваши долги. Вот раздадим долги, сразу заключаем договор купли-продажи, все, что остается от этой суммы, там 200 миллионов мы договорились, рублей, стоимость всего, вот это будет ваше. Еще один нюанс. За высоким забором, который сократил территорию санаторского пляжа вдвое, возводятся дома. Официальное разрешение было получено на строительство реабилитационного центра. В настоящее время срок действия разрешения истек, но работы ведутся безостановочно. По данным СМИ, здесь осуществляется строительство трех индивидуальных жилых домов. Если случится такое дело, он должен вернуть, но он никогда не вернет, значит мы тоже самое до тех пор, пока с этими ребятами не решится, все, мы не против. Пожалуйста, пусть они там за стенкой только закроют вход, чтобы в режимные сюда через наше предприятие никаких не было частных поездок. У экспертов есть основания полагать, что действия подведения санатория к банкротству были преднамеренными. Но это предстоит выяснить правоохранительным органам. Крупная авария в Рязанской области. Лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате два человека погибли. 31 пострадал. Среди тех, кто получил травмы, 8 детей. Большинство пострадавших, как предполагает сам житель Калмыкии, возвращавшиеся домой из Москвы. Авария произошла около полуночи с 5 на 6 апреля в Михайловском районе. Автобус с пассажирами ехал по маршруту Москва-Элиста. По предварительной информации, грузовик МАЗ под управлением 32-летнего жителя Саратовской области выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Сетра. Большинство пострадавших – жители Республики Калмыкии. В полиции рассказали о погибших и гражданах, получивших травмы различной степени тяжести. Водители автобуса, 49-летний житель Республики Калмыкия и пассажиры автобуса, 35-летний житель Ставропольского края скончались на месте аварии. В больницу с различными травмами доставлено 32 человека, среди них 7 несовершеннолетних. 10 человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии. 15 человек после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Первыми на место ДТП прибыли сотрудники полиции. Незамедлительно здесь появились спасательные службы МЧС и скорая медицинская помощь. Инспекторы ГИБДД первыми прибыли на место аварии. Полицейские вытаскивали пассажиров из автобуса и оказывали первую помощь пострадавшим. Пассажиры автобуса, которым после оказания медицинской помощи госпитализации не потребовалось, дополнительным автобусом были отправлены домой. В качестве причин аварии сейчас рассматриваются две версии. По одной из них водитель грузовика заснул за рулем, по другой пошел на обгон. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. На этой неделе моя коллега Анна Герцовская устроила собственный рейд по городу. Ее интересовало, насколько Рязань готова к наступлению лета. Далее подробнее. Темы дорог, обустройство детских площадок и чистота в парках – эти вопросы волнуют граждан в равной степени. Все хотят жить комфортно и чувствовать настоящую цивилизацию, чтобы развиваться и достигать своих целей. Начнем по порядку. Выходя из дома с утра, граждане первым делом видят двор, в том числе и детские площадки. Мама и папа часто сталкиваются с тем, что в своих дворах с малышами погулять негде. И даже из Дашковой песочни отправляются на качели и карусели в центр города, в общий парк. У нас есть площадка, но очень маленькая. В соседних дворах площадок вообще нет. Не только такие старые облезлые железные остовы остались. Там что-то три торчат в земле железные, у которых даже незаметно в траве. Честно говоря, многие площадки, которые мы посетили во дворах Рязани, требуют ремонта. Часто это понимают и сами дети. Как вы качались? Вот так вот сначала. Стой. А потом я увидела вот эти доски, разломала их и вот так вот положила сюда. Ну как вам, насколько удобно вообще? Ну так-то удобно. Удобно. Просто когда я вот так вот раскачиваюсь, спинки нету только. Спинки нету вот только. Если во дворе пройти мимо детской площадки за неимением ребенка можно, то в автомобиль садится как раз другая половина рязанцев. И что же они видят? В городе на днях, на дорогах, которые до 1 сентября будут отремонтированы, появились таблички, информирующие об этом. Порадоваться граждане могут. Однако на тех улицах, где желтых щитов нет, ремонт пока под вопросом. Как на шестой линии. Вы знаете, я здесь вот живу уже 40 лет. И 40 лет это все такая вот ерунда. То есть асфальта не было? Никогда не было. Никогда не было. Я даже такого не помню, чтобы был асфальт. Местным жителям не привыкать к вытаскиванию автомобилей из грязи на этой улице. Поскольку от асфальта, правильнее было бы сказать, остались даже не воспоминания, а мечты о нем. Толкать приходилось, помогало. Особенно вот в переходу вперед. Весна, ну зима-весна и лето-осень. Осень-зима, верно. Если же все-таки рязанцам удалось преодолеть автомобильные квесты и не пораниться на детской площадке, они спокойно могут отправиться гулять в сквер. И что же там? В любом парке или сквере находится мусор. Но не в таком количестве, наверное, как возле пристани Кремля. Да, это место пока не обустроено как парк, но это вполне возможно. Почему бы не сделать из этого места парк? Вырубить половину всех деревьев, кустарников, расставить здесь скамеечки? Люди бы с удовольствием приезжали и гуляли бы в парке в центре города. А ведь в Рязани много было сказано о том, что парки создавать негде. Откроем секрет, такие места еще остаются. Только нужно приложить немного усилий. То же самое можно сказать и о придворовых территориях. Из пустырей, которые сейчас завалены мусором, можно делать небольшие скверы. Хотя бы пару лавочек, клумбу, кустарник и качели. Это уже лучше свалки, из которой вереницы и бегут крысы. Все же рязанцам не всегда стоит надеяться, что кто-то улучшит обстановку, а самим начать действовать. Например, в соцсетях созвать добровольцев по уборке города, парка или своего двора. И напоследок, хотелось бы добавить. Если кто-то из вас столкнулся с проблемой, которая мешает вам жить, и вы хотите поделиться своей историей, для того, чтобы решить ее, звоните нам в редакцию 70 00 21. Их служба действительно опасна и трудна. Они патрулируют улицы города. Для них не существует плохой погоды. Они на посту и выходные в праздники. Патрульный полицейский. Профессия настоящих мужчин. Патрулирование улиц, проверка документов, пресечение преступлений. Работа полицейского опасна, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя на дежурстве. Но в борьбе с преступностью у них есть надежные помощники. Это обычные горожане, которые жалуются на пьяных. Странное поведение людей и агрессию. Иногда случаются кражи. Например, сегодня таксист сообщил о том, что группа цыган ворует провода. Еще реже серьезные преступления. Одно из них и вдохновило Вадима Нечаева стать офицером. Лет, может, 9-10 было. Просто как-то зашел в магазин, а там произошел грабеж. Там были сотрудники полиции. Как бы я испугался всего этого. Ну, сотрудник полиции все успокоил, мороженое мне купил. И после того момента как-то просто захотелось в полицию и все. Чтобы стать хорошим полицейским, потребовалось выучить законы. Основные – это, конечно, Конституция, закон о полиции и административный кодекс. Следующим слагаемым успеха стала отличная физическая подготовка и приемы самообороны. Человек задержал, допустим, распивал пиво. Все ему объяснил. Но он с этим не согласен, пытается убежать или что-то еще. Хотя уже есть фотографии и свидетели. Приходится задерживать, принять физическую силу, чтобы не убегал. Но это скорее исключительные случаи. Именно для них у полицейского с собой есть дубинка, пистолет Макарова и наручники. Но все чаще на службе им требуется нагрудный знак, удостоверение, свисток и фонарик. А главным оружием становится не сила, а слово. Ведь именно с помощью правильной речи можно помочь человеку осознать неправильность своих поступков. Были такие случаи, когда встречаешь человека, и он там, а, здравствуйте, там, ну, как уж так вот, смеемся, там, все, не пьешь, там, не распиваешь, там, нет, все, все, говорит, заплатил 500 рублей штраф, уже все. Неохота лишние деньги с кармана платить, неохота никому. Каждый день десятки полицейских выходят на боевые дежурства для патрулирования городских улиц, чтобы люди могли быть уверены в завтрашнем дне и собственной безопасности. В результате взрыва, который произошел в метро в Санкт-Петербурге, погибли 14 человек. Неравнодушны к трагедии оказались жители всей страны. В эти дни в Рязани также вспоминают жертв трагедии. А во вторник на Ленинградском кладбище состоялась церемония возложения цветов. Рязанцы почтили память жертв теракта в Петербурге на Ленинградском кладбище. Десятки людей пришли к мемориалу. С собой они несли цветы и зажигали свечи в память о погибших. Букеты роз и гвоздик к памятнику блокадникам возложили мэр города. Олег Булеков, глава Рязани Владислав Фролов и представители власти. Во время Великой Отечественной войны в Рязанской области были эвакуированы тысячи жителей осажденного Ленинграда. По многолетней традиции, люди, оставшиеся здесь на постоянное проживание, приходят на Ленинградское кладбище Скорбячинского мемориала, чтобы почтить память погибших земляков. Теперь это место будет ассоциироваться с еще одной трагедией. Ну то была война. Время особое, другое. Сегодня вот мы здесь, потому что, наверное, и в мирное время. Эта война все равно продолжается. Непонятно, кому она нужна. Воюют не только против России, воюют против всех народов мира. Это же случается постоянно в последнее время. И страшно то, что, казалось бы, люди повзрослели, мир изменился. И каждый понимает, что сегодня, в общем-то, воевать бесполезно. Нужно договариваться и жить в мире. Когда погибают дети, погибают взрослые, ни в чем не повинные люди, как это случилось вчера в Санкт-Петербурге, это, конечно, страшно. Сюда рязанцы в эти дни могут принести цветы в память о погибших в Петербурге. Напомним, в северной столице объявлен трехдневный траур. Чрезвычайное происшествие случилось в Рязанской области. 30-летний мужчина убил свою гражданскую жену и ее троих детей. Самому младшему совместному ребенку было всего 4 года. Как сообщают близкие и знакомые погибшие, подозреваемый в убийстве неоднократно поднимал руку на женщину и часто выпивал. Трагедия произошла в ночь на 3 апреля в поселке Искра Рязанского района. Около 23-30 в одной из квартир в пятиэтажке были обнаружены тела 34-летней женщины и троих мальчиков младшему 4 года, старшим 12 и 14 лет. Предполагаемый убийца далеко не ушел. В дежурную часть отдела МВД России по Рязанскому району поступило сообщение, что в подъезде одного из многоквартирных жилых домов поселка Искра находится мужчина со следами крови на одежде. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. По приезду сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя поселка Искра. Подозреваемого в убийстве четырех человека задержали у подъезда дома, где произошла трагедия. По словам оперативников, на момент задержания мужчина пребывал в неадекватном состоянии, поэтому каких-то конструктивных пояснений дать не смог. Визуально он имел признаки алкогольного опьянения. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре трупа – женщины и трех детей. На телах погибших было по пять колото-режущих ран. Как отмечают следователи, даже те люди, которые видели за свою жизнь многое, были поражены картиной, которая открылась им на месте происшествия. Следов борьбы и в квартире между тем обнаружено не было. Пока непонятно, выломал ли преступник дверь или его впустили. Детей, судя по всему, он убил в кроватках, когда они уже спали. На момент трагедии мужчина с женщиной находились в разводе. К другим темам. Прожиточный минимум вновь уменьшили. От былой суммы отняли 200 рублей, решив, что эти деньги лишние и выжить можно, сократив расходы. Что рядовой рязанец может себе позволить на 10,5 тысяч рублей в месяц, разбирался Валерий Седов. Вероятно, к насущным вопросам, кто виноват и что делать, прибавится еще один – как жить. В России величина прожиточного минимума вновь упала на 200 рублей. Теперь трудоспособные граждане попробуют жить на 10 тысяч 466 рублей. Для пенсионеров он вовсе стал равен 8 тысячам. Можно ли прожить в месяц на эту сумму, ни в чем себе не отказывая? Это мы и решили выяснить. Молодым семьям, с детьми? Нет. С ЖКХ уходит 5-6 тысяч, поэтому, не говоря уже о питании. 10 тысяч – это только на неделю хватит. Я как многодетный отец, не знаю, в принципе, не хватает, конечно. Я думаю, даже на неделю нельзя выжить. Примерно. Больше в месяц вы тратите, чем 10 тысяч рублей или меньше? Больше, конечно. У нас ЖКХ 10 тысяч примерно. Ну и 20 тысяч, допустим, где-то на семью. Как вы считаете, какая допустимая, наверное, сумма прожиточного минимума в месяц должна? 25-20. 1015, наверное, хотя бы. Ну, нормально, чтобы питаться, наверное, 1020 надо. Прожиточный минимум включает в себя полную стоимость минимальной продуктовой корзины, 50-процентную надбавку на приобретение необходимых непродовольственных товаров и оплату услуг, а также коммунальные платежи и другие обязательные выплаты. На 2017 год, согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин употребляет за год, например, 100 килограммов картофеля и 60 килограммов свежих фруктов. Это значит, что обычный среднестатистический житель нашей страны должен употреблять в день 3 картофелины и 160 граммов мяса вместе с двумя огурцами в прикуску с 10 кусочками хлеба. Пожарить все это надо умудриться на кусочки масла в 40 грамм. На десерт можно съесть яблоко весом 160 граммов и выпить почти литр молока с тремя вафлями, общим весом 60 граммов. А также один раз в два дня можно съедать одно яйцо и употреблять за неделю 350 граммов рыбы. С непродовольственными товарами все еще интереснее. Так, почти за 8 лет вы можете купить только 3 предмета верхней одежды, а за полтора года вам полагается сменить только 7 пар носков или чулок. Зато, согласно расчетам, можно менять головной убор раз в год, а обувь два раза в год. С постельным бельем все обстоит чуть хуже. За год меняется только два комплекта. Также на свой прожиточный минимум раз в месяц можно сходить в кино или театр. Так что для обычных граждан даже такая сумма, как 200 рублей, имеет немалое значение. 10 поездок на общественном транспорте или дополнительный билет в кино. 6 буханых хлеба к завтраку или 20 пачек анальгина. Вывод можно сделать один. Денег нет, но вы держитесь. Пропавшие люди, репосты в соцсетях, ориентировки, расклеенные по городу. В Рязани это происходит все чаще не потому, что больше людей теряется. Их усерднее стали искать. Шесть лет назад в Москве был создан общественный поисковый отряд «Лиза-Алерт». Название организации происходит от имени пятилетней Лизы Фомкиной. Девочка заблудилась в лесу со своей тетей в Подмосковье. На протяжении 10 дней их искали. В поисках Лизы и ее тети принимали участие волонтеры, которых собрала родственница девочки, поскольку большие силы полиции были стянуты на проведение Дня города в Орехово-Зуево. Спустя 10 дней пропавших нашли погибшими. Как выяснилось, тетя в лесу отдала Лизе последние свои вещи, чтобы как-то согреть ее. После того, как сначала нашли тетю, через день нашли девочку. Судмедвексперты показали, что девочка была жива 9 дней. После этого люди решили объединиться. То есть посчитали несправедливо, что дети в мирное время погибают дети. После этого «Лиза-Алерт» образовалась в Москве. Сейчас действует более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Правильно, «Лиза-Алерт», потому как «Лиза» – это в честь имени девочки Лизы, а «Алерт» – это система безопасности поиска людей, аналог американской системы, то есть именно «Алерт» – внимание. По статистике, больше всего людей теряется в лесу. Именно поиски за городом обычно самые трудные. Чтобы люди были найдены, а сотрудники «Лиза-Алерт» сами не заблудились, они проходят обучение по различным методикам поиска. Два раза в год в Москве проводятся всероссийские тренировки. Базу предоставляет управление МЧС. В регионах людей обучают непрерывно. Рязанское отделение действует на протяжении пяти лет. Насчитывает более полусотни активных поисковиков. Два раза в неделю они собираются в офисе для обучения и выезжают в лес для отработки навыков. В прошлую субботу рязанские спасатели изучали ориентирование на местности, обращение с рациями, компасом, картами. Учились прочесывать лес. Каждый человек теряется по разной причине. Ребенок, ну как его просчитать можно, ребенка? Невозможно просчитать. Поэтому нас обучают, как правильно искать ребенка, где что. Например, если в лесу потерялся ребенок, то он не откликнется на чужой крик. Ни на ваш, ни на мой, тем более мужчины. Поэтому всегда на поиск идет кто-то близкий. Там бабушка, дедушка, мама, папа. То есть, чтобы ребенок слышал родной голос. Пожилых людей в лесу ищут по-другому. А тех, кто потерялся в городе, стараются просчитать, куда мог пойти человек, чем заняться. Происходит расклейка объявлений, информирования и опрос окружающих по ориентировке. Все действия участников «Лиза-Алерт» согласованы с полицией. Полиция всегда идет навстречу. Всегда нам отвечают. То есть, никогда не заставляют нас ждать. И могут дать какие-то свои задачи, что, в принципе, логично с волонтерскими организациями взаимодействия. Либо могут разрешить какие-то действия, которые мы считаем, что были бы целесообразны в данном поиске. В поисках содействия оказывают представители магазинов и торговых центров. Во время съемок этого сюжета «Лиза-Алерт» разыскивала одного из рязанцев. Зайдя с ориентировкой на него в микрофинансовую организацию, поисковики столкнулись с отдачей. В данной организации попросили у нас ориентировку, чтобы они распространили по всем своим, скажем так, киоскам. И я думаю, сейчас это пойдет. В этот раз пропавший был найден через пару часов после данной разыскной деятельности. Такой вариант поиска называется информативным. А вот большие силы стягиваются для поиска маленьких детей и пожилых людей, чьей жизни угрожает опасность. В случае с восьмилетним Павлом Ларином, который пропал осенью прошлого года в районе Дягилева, три тысячи волонтеров приехали в Рязань из Москвы, Калуги, Владимира и других городов. Мальчик был найден погибшим, но очень многие жизни спасены. И сотрудники «Лиза-Алерт» получают огромное удовольствие от того, что смогли кому-то помочь. Мне очень нравится помогать и внутри, не знаю, радость. Просто радость от того, что я сделала добро кому-то. Но есть такие дела, которые можно отложить. Поход в магазин, в кино, в театр можно всегда отложить. Это моя точка зрения. В арсенале «Лиза-Алерт» есть еще масса приемов и собственные кинологи с собаками. Напоследок хотелось бы привлечь внимание всех рязанцев. Сейчас «Лиза-Алерт» разыскивает Виктора Березина 41-го года рождения. Если кто-то его видел или знает точно его местоположение, просьба сообщить об этом в «Лиза-Алерт» или в полицию. Мы привыкли видеть победы нашей сборной по хоккею на телеэкране. О фамилии Ковальчук и Овечкин у нас на слуху. Но все они начинали со своих маленьких побед. Как вырастают чемпионами хоккея, расскажет Валерий Седов. Когда-то давно Эдуард Хиль спел настоящий гимн хоккея, в котором были такие строки. «Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней». Но он вряд ли учел, что возраст этих парней может быть различным. Совсем недавно в спорткомплексе «Ледовый» города Переславль-Залеский Ярославской области прошел межрегиональный хоккейный турнир под названием «Весенняя копель». Ребята 2007 года рождения из Рязанской спортивной школы «Олимпийский» заняли первое место. Наша команда обыграла сверстников из Переславля-Залесского, Архангельска, Коврова, ребят из Рыбинска, которых раньше не могли одолеть, со счетом 4-2, а Владимирскую с разгромным 12-2. Последние две игры прошли в один день с перерывом всего полтора часа. И перед финальным матчем юные игроки собрали все силы и одержали разгромную победу. Теперь Кубок Победителей украшает уголок славы наравне с другими призами. Победителям всего 10 лет, но хоккей оказал сильное влияние на их характер, что и принесло им победу. Я занимаюсь уже 5 лет хоккей. Я вообще с 3 лет на коньках. Нам тренер говорил, надо исправлять ошибки свои. Мы на них учились играть и вот на ошибках выиграли. Это были сложные соперники, но мы оказались их сильнее. Они там в турнире было сложно, но мы выиграли. Взяли золото. Мы были командой, мы были одним целым, мы были как один, мы смогли выиграть его. Было тяжело, особенно когда были промашки. Без выражений хоккея нет. За тренировкой постоянно наблюдают родители юных спортсменов. Они сопровождают их во всех поездках, а переживают за результат игры не меньше тренера. Можно смело сказать, что родители тоже внесли свой, хоть и небольшой, вклад в победу. Просто пока еще они не совсем ковальчуки и бурые, поэтому приходится им напоминать иной раз, что зуб надо почистить, чего надеть. Мой внук с 4 лет занимается. И все ребята тут занимаются с 4, 5, 6 лет. Уже давно. И вот мне кажется, я не хотела даже, чтобы его на этот спорт отдавали, потому что он самый тяжелый, мне кажется. Мы были все в восторге, конечно. Мы ждали давно этой победы. Ледовая дружина продолжает усердно тренироваться и после такой победы. Тренер привычным громким голосом раздает указания, но порой улыбается, тоже радуясь победе. Чемпионом можно стать в любом возрасте. Как говорится, в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok